Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница, заканчивается уже и глава Беменбар. Одна из основных тем главы Беменбар это подсчет пересчитывает, как драгоценность Бог пересчитывает вышедший из Египта еврейский народ. Он говорит, проведи исчисление всего общества поголовно. То есть нельзя было сказать, дай мне список там своих домашних, я сейчас несу список и так далее. Нет, каждого человека надо было посчитать отдельно. Трактат Санкедрин пишет, а откуда известно, что каждый человек это целый мир и все абсолютно равны перед Богом. Он вот отвечает, потому что нет других людей таких с одинаковым лицом. Обратите внимание, создание человека творцом это не автоматический конвейер, не линия, которая штампует, да, где все не отличаются друг от друга. Всевышний запланировал мир так, что каждый человек это отдельная личность со своей особой спецификой, талантом, возможностями, с памятью, с пророй и так далее. Поэтому каждый запланирован именно так, что именно он может превратить вот вокруг себя эту жизнь в ту функцию, в то, что надо сделать. Никто за тебя твоя работа не делается. Каждый человек это особый мир. Рэбе объяснял, Любавичский Рэбе объяснял, что у каждого есть своя божественная душа. И для Миньяна, вот десяти человек, для общей молитвы, необходимо не менее десяти человек. И они тогда можно говорить разные благословения, там имя Бога и так далее. Девять Маше, ничем нам не помогут. Девять Маше Рэбейны, собравшись, ничего не могут делать. Десять простых извозчиков, пожалуйста, на десяти людях присутствует божественное присутствие. Любых. Это значит, что мы не просто равны, мы каждая невероятно ценная для Бога. И все же есть один вопрос. Действительно теперь каждый человек необходим, понятен. Но какая разница между Маше Рэбейну и каждым отдельно? Ведь это такие слова красивые, равенство для всех и так далее. Дело в том, что каждый человек, говорит евдоизм, это целый мир. В первую очередь мир для своей семьи, для родственников, для родителей и так далее. Талмуд говорит, что каждый абсолютно незаменим для будущих поколений, для тех, кто произойдет от него. И просто не будет без него. И Тураб решит, рассказывает с обратильными, когда Каин убил Авеля, и вышли, что ему сказал? Голос, голос во множественном числе, твоего брата вопьет ко мне. В единственном числе это дам кровь, а было сказано множественность. То есть, дамей, дмей. То есть, что это получается? Далмуд объясняет, что кровь всех тех поколений, которые могли произойти от убитого брата, они теперь вопьют ко мне. В законе о пролитии крови имеется такое положение. Необходимо идти на само пожертвование, но не нарушить заповедь Торы, там, как сказано, будь убит, но не приступает к закону. Если угрожает, говорят, убей другого, иначе убьют тебя, закон Торы устанавливает, что никому, ни в коем случае не дано право лишить жизни другого человека. Больше того, Талмуд в трактате Псахим говорит, откуда ты знаешь, что твоя кровь более красная, чем его, более ценная, чем у тебя. В другом месте Талмуд говорит, что сын Раби Иоша бен Леви, который жил в Лоди, заболел, был присмерт и вернулся. Отец его спрашивает, какой мир ты видел? Он говорит, я видел, там все перевернуто, люди, занимающие особое положение в этом мире, там еще не стоят. И ответил ему отец, сын мой, ты видел истинный мир. То есть, мы делаем таких два простых вывода. Первое, каждый из нас это великая ценность, каждый из нас это невероятный бриллиант в большой коллекции Бога. Второе, мы неправильно определяем ценность людей в этом запутанном мире. Человек в следующем мире может оказаться, который здесь был совсем маленьким, невероятно великим. Поэтому надо идти вперед, делать свое дело и не смотреть там кто, где, что, как. У тебя свой мир. У тебя свой мир, у тебя своя судьба и своя вот эта красота этого мира. К сожалению, мы не все делаем всегда положительно, не все, иногда мы нарушаем красоту этого мира. И вот эта пустыня Бемидбара, она нас научит, тому, надеялись, да, нас с вами научит тому, что этот мир бесценный, несмотря на то, что иногда кажется, что где-то что-то не так. Перед нами шаббаты. Шаббат это, ну, величайшая ценность, которую Бог подарил человеку. Давайте проведем этот шаббат. Написано вообще, что если один шаббат, простите, два шаббата проведут большинство людей, большинство, говорят все, но имеется в виду большинство, так как надо придет в машинах. Вот может быть каждый из нас является тем человеком, который определит, что в этот раз большинство народа провело именно так. Давайте вот ты будешь участником великого процесса. Поэтому сегодняшний шаббат хотя бы немножко сделает лучше, чем вчерашний. Ну, как бы более, более божественным. Бархавый от слоха, всего самого лучшего. И пусть сегодня пройдет день хорошо у всех.